Моя цель полностью освободиться, уничтожить все зло и все тьму, все, что в моих силах, исполнить миссию. Я, Мария Петт Вердена, намерена освободиться и вернуть все частицы моей души, избавиться от эгрегора жертвы и уничтожить матрицу жертвоприношения, освободиться от всех интерферентов, от всех чужерудных и негативных программ. Я готова открытыми глазами смотреть на все и все ситуации, которые были в предыдущих вопрощениях и в этой жизни. Я ничего не боюсь и готова зайти и пережить в каждой ситуации, когда я себя предала. Изменить эти ситуации, отменить ситуацию, когда я предала свою родственную душу. Расторгнуть контракты под контракты с темными силами, с магией во всех воплощениях. Расторгнуть контракты под контракты, когда я согласилась быть жертвой. Я творец. Я осознаю свои ошибки и твердо намерена их исправить. Освободиться от религиозного эгрегора, отменить венчание, убрать все блоки и программы, которые я поставила своему сыну, и попросить прощения. Попросить прощения у себя и первоисточника, подсоединиться к свету первоисточнику и обходим и соскучиться. Мы у мамы двое детей, я и брат. Брат 7 лет старше меня. У мамы было несколько выкидышей и до брата, до меня, после меня. И со мной были угрозы выкидыша. Я родилась с дефектом зайчьи губа. Было много комплексов из-за внешности. Из своего детства в основном помню бабушку Анну. Она мне давала жизненные советы. От мамы никогда не чувствовала тепла, нежных, ласковых слов, любви. Где-то с 6 лет мне надо было помогать уже маме корову доить. Не помню, сколько мне именно было лет. Ну, возможно, подростковый возраст. Мне надо было выдать в обед корову. Я пошла корову доить, это было лето, жарко, кусали ее эти мошкара всякая. Она мне никак не давала. Ну, я за ней отбегала целый час. Просто сил нет, мое терпение исчезло. Пошла домой. Когда мама вечером узнала, что корова не выдавлена, вечером она готова меня была убить палкой. Я пряталась под столом, помню, под табуреткой. Я сейчас так хорошо не помню, но палкой она просто туполь любила. По мне, по столу, по стенке. Вот папа прибежал, типа, встал между нами. Что ты делаешь? Ты ребенка ради коровы готова убить. Ну, вот я вот эту ситуацию уже сколько не вспоминаю себя, ну, вот более еще где-то я уже, я не знаю, уже прокрикивала, проговаривала про это. Ну, вот все равно вот где-то вот еще остался осадок такой, что вот, да, я какое-то время даже коров ненавидела. И вот когда вот где я написала, она сказала, что хочу от животных снять привязки, и это уже было после того, когда мои родители уехали на свадьбу с братом, а я осталась дома, и корова у нас была больная. И эта корова умерла, в принципе, мне на руках. Я в одно время, я в то же время и ненавидела коров, и мне было так жалко, она такими большими глазами смотрит на меня, плачет, а я ей помочь не могу. Я ребенок, там, корова полторы тонны. Она как упала, как говорится, она тянула, на чем она была привязана, а я ей помочь не могу, вот это такое. Еще был такой тоже неприятный осадок, остался от детства. У нас была дома домашняя утка, и мама попросила, а, мама мне приказала, иди убей утку, принеси домой, мол, мне некогда. Я говорю, я не смогу. Она дала мне топор, что там не смочь, просто отрубил голову и все. Я пошла, я смотрю, я не могу, у меня рука не поднимается, я прихожу домой, она говорит, без утки домой не проходи, ни шагу. Я пошла, сплачу, сижу на холме, но соседка шла мимо, спрашивает, что случилось. Я ей объяснила, она говорит, о, что тут такое? Ну, она отрубила голову, я не смогла, мне рука не поднялась. Еще была такая, всю жизнь я блуждала в лабиринте и искала себя. Кстати, как раз я работала и слушала ваш сеанс. Там как раз, да, женщина освободила лабиринт. И вот она, когда рассказывала про этого лабиринта, и мне вот тоже такой крик души, что, ну вот, я же тоже в этом лабиринте, все никак не могу выбраться. Ну, я думаю, что время уже мое пришло выбраться из этого лабиринта. Когда я начала дышать, знаете, это было, как будто открылся ящик Пандоры. Все болезни, все боли, все вылезало. Ну, я Виктории писала, что мне было такое кровотечение, ну, которое без врачей уже не остановить. Ну, это я не брала плохо. Я, наоборот, себе давала установку, что все, все плохое очищается от моего организма. Говорит, уходит все плохое. Я это, ну, не брала так. Так, ну, это мы тоже все прошли. Ты в эфирном пространстве? Да. Тогда на счет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело Марите. Марите. Один, два, три. Так, я вижу, что она как бы вылазит или выходит, поднимается вверх с такой конструкцией, как, скажем, как половина яйца, такое оно вязкое, это пространство. Вот. И по центру такое, как кольцо черное, и такие, как, это как колесо, такие черные прожилки от центра. И она с этого выходит, вверх поднимается, и вся опутана такими вот, как со всех сторон в разные стороны, такие вот штуки, как ремни, которые ее там удерживают. И она поднимается все равно вверх, а ремни так лопают, и так разрываются. Хорошо. Так, сейчас, Вика, считай эфирное ДНК Марите или это? Там какая-то рожа выглядывает перед ней из сектора. Ну, это энергия. Я приказываю всем программам замолчать. Да, это она считывается, такая нежная душа. Хорошо. И спроси у нее разрешение на работу с ней для нее. Да, дает. Хорошо. Сейчас спроси у нее, она видит, осознает, что ее пространство происходит? Да, она говорит, я вижу, и показывает, что у нее черные такие очки на глазах, и показывает мне вот так руки, а на руках черные жгуты, такие как гадюки, и тянется, то есть это к интерферентам. Это подключки такие. Также она мне показывает подключка, тоже такая же, очень черная, в первую-вторую чакру, прям как шланг, откачивает энергию. От сердечной чакры идет как металлический, оно похоже на этот шланг от душа, пиралью, вот куда-то вот сюда идет, как бы вот так, параллельно в земле, скажем так. Уходит на голове плант, ну и кроме импланта еще эти черные энергии. Имплант как какой-то вот крышка. Также есть магия. Это черная энергия, и имплант тоже, они связаны с магией. Да, и программа есть в секторе программ, вот как железнодорожный переезд, и вот там такая, как диск гипнотический, и он вот так вот ударяет, и такой звук, как на переезде, когда едет поезд. Так, Вика, сейчас что тебе выходит на передний план, с чего начать? Так, я передаю информацию, Марита, чтобы она еще выше поднималась, что ее рациональная часть просит и приказывает это все поубирать, чтобы она поднималась вверх и показала, вот что ей больше всего мешает. Так, давай, знаешь, что сделаем? Она вот так идет навкрест, интерференты и магия. Давай уберем все эти магические сначала. Так, я замораживаю эту подключку к интерферентам. Мы с ними разберемся. Хорошо. Но она выходит на первый план. Интерференты? Да. И от них вот такая черная идет подключка к сектору первоисточника, вот туда, как к миссии. Но все равно мне кажется, что нужно сначала поубирать эти магические. Неа. Она все равно выпирает на первый план. Да? Да. Хорошо. Тогда давай с интерферентов и начнем. Приказывай всем интерферентам Марите проявиться на нашем рабочем столе так, как они выглядели, ну, когда еще могли проявляться в нашем пространстве. Так, ага. Лежат штабелями. Так, спрут, самый нижний, потом под ним, как-то все они на одной связке. Черная пирамида, вот так лежит спрут, вот как пирамидка такая. Следующий лежит птилоид с хвостом гуманоидного вида, потом сверху этого сущности, приказываю ей, это дух, то есть это дух с нижней, нижней астральной. Вот. Я приказываю всем проявиться, кто был серый, маленький серый, с большим, нет, большой серый, с большими глазами. Угу. Я всем им приказываю замолчать, а также всем программам. Хорошо. Теперь пусть Марите покажет, когда она впервые встретилась с этими интерферентами, и они впервые проникли в ее пространство в любом из воплощений. Пусть покажет эту ситуацию. В этот момент я вижу вот так здесь от сектора миссии, она как будто бы сторонную челюсть, ну, верхняя часть, знаешь, выставляет вот из себя, то есть как будто бы изо рта вынуло. Оно считывается как имплант, неспособность рассуждать звучит, и неспособность, оно говорит, пережевывать информацию. То есть у нее вот идет разделение в этом импланте, вот так два эти зуба первые, они разделены такой черной энергией, один вправо, другой влево. То есть нет вот этого, потому что происходит осознание тогда, когда человек может логически найти причину, как бы разложить все по местам. А вот этот имплант, это мешает сделать. Также она вытаскивает имплант, и из... что-то светится, сейчас я посмотрю, вот так как бы из головы. Считай, что. Сейчас оно светится, вот так все переливается. Очень агрессивное. Считывается как ложь. Оно такое, первый раз такое вижу, оно все вот такой шарик, то есть я видела такие шарики, которые черная энергия и такая гипнотическая, блестяще перемешивается, но это у нее очень активный, он такой прям как живой, и там просчитывается такая морда агрессивная, которая буквально кусает. Ага, неспособность различать истину и ложь, неспособность различать низковибрационные энергии и высоковибрационные. Хорошо, хорошо. Оно считывается как ориентация на юг. Считай информацию, почему на юг ориентация? Появляется образ планеты Земля, и север считывается как седьмая чакра, вот северный полюс как седьмая чакра, юг считывается как первая чакра, и также это и соотносится с нашей ментальной картой как высшие миры и низшие миры, и вот эта как бы первая чакра, она как перерабатывающий завод, как отходы, которые уходят. То есть это процесс переработки энергий и утилизации. Также это сектор как паразитической системы. Хорошо, пусть сейчас Марите покажет, когда эти импланты в её пространстве впервые появились, в любом из воплощении, в самый первый раз. Так, я вижу, что происходит какое-то колдовство, создаётся такая матрица её тела. Сейчас, я считаю, есть воздействие от интерферентов и с магической стороны. Я вижу этих сущностей, которые, вот этот серый, он буквально вот так стоит над телом и вот так вставляет это. Вот чакры её идут. То есть она направлена вот так. Ноги как бы в сектор интерферентов, а голова в сектор магии. А этот серый берёт и вот такие шарики, какие-то металлические, просто вставляет один за другим во все чакры. Сейчас прикажи им отвечать, что он делает. Он говорит, что он её блокирует, чтобы она никогда не освободилась. От чего он боится? Спроси, от чего он её блокирует, чтобы она не освободилась. Ну, он так руками говорит, что он ничего не боится, то есть у него эмоций нет. А я тогда спрашиваю, а что боятся его господа, которые приказали ему это делать. Вот, и я вижу, появляется вот этот дух. Я приказываю ему принять форму. Он выглядит как с рогами этот, с хвостом и с копытами. Так, прикажи ему принять форму в соответствии с его эфирным ДНК. Инсектоид. Приказываю ему отвечать, чего он боится, почему он приказал серому сделать эту операцию. Они не могут говорить, он лежит, я не хочу, я уже не могу, меня тошнит ужас. Хорошо, отсоединись от него. Что-то идёт, давай я сама просто считаю информацию. Хорошо, считай информацию. Так, я вижу большой, большой, большой как символ. Там внутри это тело, это матрица тела. Я слышу создание тела. И я вижу такой круг. Это то, что я видела в самом начале, что она с него выходит. Оно выглядит как колесо. Внутри этого колеса на такой чёрной, на таком чёрном кольце лежит как бы тело, такое прозрачное человечество. От него тянутся такие разные, как спицы колеса. А вокруг этого всего стоят вот эти сущности. Каждый такой как шарик, он такой как гипнотический, белый, плотный, не светящийся. Как бы бросает всё тело внутри. Внутри оно представляет всё тело вместе с эфирными телами человеческими. То есть всю эту конструкцию, которая похожа вообще на космос. То есть идёт вот эта аналогия, что человеческое тело построено по принципу нашей космической системы всей. И вот эти все сущности стоят. И как бы каждый что-то делает там. Появляется такая луна в голове. Выходит как месяц такой молодой, скажем. И это тоже связано очень сильно с программой жертвы. И я сейчас это всё приказываю всем программам замолчать. Хочу считать, что это. Слышу процесс творения. Так, а считай информацию, процесс творения чего? Эти сущности, как куражатся, они говорят, мы творцы. Что они создают? Я спрашиваю, а тело был образец? Конечно, был. Я вижу, что вот так в секторе первоисточника появляется светящийся образец человеческого тела. А это как копия, но здесь энергии такого, как лунного света, лжи, обмана. Вот эти энергии такие. И магии. И я спрашиваю Марите, где она в этой ситуации. Пусть покажет. Она показывает и говорит, что они взяли часть её ДНК. Буквально она показывает, что вот так левое ребро. Вот так как-то с ребра. Буквально она похожа, как кусочек ребра. Вот так небольшое ребро. И вот они... Я вижу, что это лаборатория. И она... То есть генетический материал они берут. Создают как бы... Я слышу прототип тела. Копия тела. Калька, калька. Вот это. Хорошо. А считай информацию, с какой целью они создают этот прототип? Они говорят, что они выводят новую расу людей. Послушных людей. Хорошо. А по каким параметрам эта новая раса отличается от прежней, которая была раньше? Считай информацию. Оно считывается как... Как будто тесто смешивается всё в кучу. Как будто бы кто-то месяц. Я тоже смотрю. У них есть такая как форма. Как заготовка такая, знаешь. И когда они создают это новое тело, оно должно вот буквально как зубцы в зубцы вот так зайти, чтобы идеально подходить к этой форме. Я сейчас поближе смотрю, проникаю в глубину. И я вижу, что на тонком уровне, на самом тонком, это вот выглядит таким образом, что вот эти чёрные, такая шарик чёрный, от него идут такие как живые, такие чёрные паутинки вокруг. Его как такие лучки, которые в пространстве как бы ищут, куда прорасти. А здесь светящийся, живой, я слышу, живой дух. Он вот так светится, а они переделывают, и получается так, что соединяется несоединимое. И этот светящийся вот шарик своими лучиками, вместо того, чтобы отталкиваться от противоположного, вот это как магнит, оно соединяется вот так. И я слышу способность кормить их матрицу. То есть они создают человеческое тело, чтобы оно настраивалось на этот антимир. Автоматически? Да. Заглушить, я слышу, заглушить дух. И да. Хорошо, Вика. Считай информацию. Сейчас вот то тело, которое они создали, это наши тела, в которых мы сейчас находимся? Да. Я слышу принцип работы, да, этот. И вот приходит мне из Библии, это их цель, что тело человеческое постоянно стремится творить зло. То есть они хотят, с одной стороны, они говорят, мы не такие, как вы, но вы должны быть такие, как мы. То есть они делают человека таким, как они, принадлежащим к этим нижним мирам, по тем делам, которые делает человек. Это магия, вот эти все низковибрационные энергии, блоки и так далее. Да, я подумала, когда это было, и я вижу, мне приходит, что это было после катаклизмов, что это было не один раз, когда они вот это массово делали, вмешивались в эту матрицу, в нашу матрицу, и переделывали тела человеческие. Я вижу также, что это не касается всех людей. Многие люди, которые переживали катаклизмы, они, некоторые сохраняли свой генетический потенциал, свою альфа-генетику, и потом, смешиваясь с этими уже переделанными, так сказать, программами, они тоже понижали свой эволюционный номер. То есть те, которые выживали, у них еще были старые тела, если можно так сказать, а те, кто рождался новые, уже стоят. Да, я вижу, идет такой образ, как у этих людей, которые на животных похожи. Они просто как из загонов с таких выгоняют. То есть они создали матрицу, по которой человеческое тело, когда начинало после воплощения зарождаться и выстраиваться, оно уже выстраивалось не по чистым конам нашей Вселенной, не по генетическому коду, а вот с этими уже искажениями. И я вижу, что в этой генетике вот присутствуют эти энергии ужаса, такого ада, низковибрационные такие, тошнотворные энергии. И получилось такое смешение, скажем, самых низковибрационных энергий и высоковибрационных. И только распределилось таким образом, что как бы распорошилась душа, рассосредоточилась по всему этому пространству, как бы потерялась своими частицами, вот я так вижу, по разным этим жутким событиям, которые переживало тело. Так, хорошо, Вика. Сейчас отсоединись к этой ситуации. Вот я только подумала, какая цель этого всего, и я увидела, что появляется такая как дверь. Вот эту дверь я уже видела буквально у Сергея в пространстве. Она буквально как дверь выглядит, как будто бы огромная, тяжелая, такая деревянная, с железными этими штуками дверь. И она стоит вот так. А эфирное чистое тело за этой дверью. И это все закрывает вход в подсознание и вход к первоисточнику. Хорошо, тогда считай информацию, что это за дверь, что она символизирует. Ну, а те, и вот слышу блокировки. То есть вот это тело наше, физическое, которое, вот эти все ситуации, которые человек переживает в жизни, память, то есть в каждой из этих ситуаций происходит, она буквально, вижу, как вот так вот, такой прям щелчок, вот от сектора магии к сектору интерферентов, такие как черные, вот эти, а там частица души, и она цап, вот в черный этот капкан, и все, и уже частица души там, в этом событии, в этом событии, в этом событии. И именно это то, что мы говорим, что человеческое тело хранит эту память об этих событиях, и поэтому человеческое тело становится этим щитом, за который невозможно проникнуть и освободить свою душу. И именно вот то, что Маритэ продышалась, то есть она вспомнила эти события, из физического тела, эти энергетические заряды ушли, и этого дала возможность увидеть, что же творится за этой дверью, за этой блокировкой. Да, поэтому мы всеми говорим, нужно дышать. Да, и сейчас я вот это вижу, как оно выглядит, вот это как ее эфирная часть, от ее души, вот, идут, ну, тысячи этих таких, как ниточки, к этим всем местам, местам, где она теряла свою частицу души, вот эти магические все ритуалы, эти все обиды, вот, как она, вот, с матерью с этой, вот это все, как она ее обнобила, вот, и корова здесь, и кот какой-то, и палка, то есть вот это все, и соска какая-то, то есть вот эти все ситуации, вот, когда вот посмотришь, ну, их тысячи просто, хорошо, так, Вика, сейчас вот соединись, вот этой ситуации, и пусть Марите сейчас покажет, когда она на все это согласилась, и подписывала ли она какой-то контракт, с этими сущностями, сущностями? Я вижу, что она смотрит, она находится в таком чистом пространстве, выглядит, как андичная богиня, я считывается, как царица какая-то, но это в таком высоком пространстве, она такая вся легкая, и она смотрит, как сквозь окно, а в этом, в нашем мире, там, насилие, магия, вот это все, мир захвачен врагом, и я вижу, что она быстро возвращается, и она что-то пишет, и вот так вывешивает, и одевается, готовится. Хорошо, а считай информацию, что она написала, и повесила. Сейчас, там написано, я стану частью матрицы, матрицы зла, буквально появляется, вот этот символ, паутины, черной паутины. Хорошо, после того, как она приняла такое решение, что дальше происходит? После этого я вижу, что идет соединение человеческой генетики, и генетики с обезьянами, то есть от сектора магии, вот к этому, я не знаю, как это объяснить, оно все как бы вместе, то есть на эфирном плане, я не вижу, что происходит на физическом плане, на эфирном плане, я вижу, что вживляются, гены, то есть информация животного, вставляется, вот это смешение человеческого и животного. Это все насильственным путем, это все идет от сектора магии, то есть это не эволюция и не естественная деволюция, как некоторые представлены, ведь хотят, потому что вижу, что это все искусственно производится. Хорошо, пусть Марита сейчас покажет, подписывала ли она какой-то контракт с этими сущностями перед своим самым первым воплощением. Идет как совет, и появляется морда этого рептилоида, он такой выглядит, как злой солдат, агрессивный очень, и она как бы просится на воплощение, а он как бы грубо так, что ей тут нужно, то есть вот эти черные энергии считываются, которые как бы устраивают ей допрос. Я вижу, что она хитрит, то есть она, у нее свой план, и она работает по своему плану, по миссии. Она вот так мне как бы подмигнула и говорит, что она говорит, что она хочет пройти эволюцию. Вот они на что ее. Сейчас пусть Марита покажет тот контракт, который она подписала, а ты считай условия этого контракта. Я вижу, что условием контракта именно как раз и есть эта эволюция. Они говорят, что мы тебе устроим испытание, выдержишь ли ты. Интересно, был ли какой-то скрытый смысл. Считай информацию. Да, был скрытый смысл. Они имели ввиду, что она придет и попадет в это тело. И смысл, что они сделают все возможное, чтобы она никогда с этого мира не вышла с этих конструкций. То есть они уже тогда запланировали, что они возьмут ее генетический материал. Она как бы стала матерью этого испорченного человечества. Я вижу, что это была первая, это было после первой катастрофы. Вторая была очень губительная, недавно была. Первая она стерта, почти стерта, информация. Информация стерта, Да. Хорошо. А вторая катастрофа вот нашего здесь и сейчас, сколько лет назад было? Вот она последствия еще сейчас есть. Это не один год, это период. Это 18 я вижу. Это такой период, он сейчас длится, он не перестал быть. С 18 века, да? Да. Мы живем в этой катастрофе. Ясно. Хорошо, Вика, сейчас отсоединись вот этой ситуации, спроси у Марите, видит ли она, помнила ли тот контракт, который она подписала? Да, и она снимает эти черные очки, и я вижу, как она вынимает эти, она отменяет этот контракт. Она буквально все это вынимает, и прямо в этом контракте она все отдает, вот она из головы снимает вот это все, я говорю, чтобы она расторгла этот контракт, забрала все частицы души со всех тех генетических изменений, со всех тех воплощений, с каждой ситуацией, где она потеряла частицу своей души, пусть она призовет все свои частицы частицы души, все частицы души, тех ситуаций, где она работала на программу жертвы, где она поддерживала программу жертвы, уничтожения человеческого духа, где она работала вот на магию, на убытки, где она теряла свое здоровье, пусть она вернет себе все первые настройки свое генетическое ДНК восстановит эфирное и физическое. Пусть Мария сейчас готовится все это сделать, я посчитаю до трех и на счет три все частички души потерянные ею, когда-либо и где-либо вернутся к ней и все первоначальные настройки вернутся в исходное состояние. Один, два, три. Такая боль выходит, я ей говорю, чтобы она все отправляла, приказывала этим сущностям забирать, пусть они забирают все эти искажения, программы, импланты с ее физического тела, а также со всего нашего пространства. Я говорю, чтобы она мне показала, как она забирает с этой матрицы. Я вижу, как вот она лежит в этом колесе и она начинает вставать, то есть она уже забирает свой генетический материал с этой общей программы искажения человеческого тела. И она начинает, вот встает и как бы обтрушивает себя вот это не свое. И схлопнулась эта вся конструкция, вот так, без ее энергии. Я говорю, чтобы она полностью очистилась. и она выходит с этого портала как ракета с какого-то. Вот там портал такой. То есть это вся конструкция, находится как бы вероятно не в нашем пространстве. Пусть она полетит. Я вот буквально вижу, как происходит вот это разъединение, то есть как разъединяется вот это, там такая как ниточка и такое вот уплотнение светящейся ее. А вот это такое черное, знаешь, и оно вот так чак, а сейчас оно все отсоединяется. Я говорю, что ее рациональная часть освобождает свое духовное тело и физическое от всех блоков, от магии на любых уровнях и от всех эгрегоров и от крещения от магических эгрегоров. И это все отсоединяется. Вот на этом тонком уровне я вижу. Я говорю, чтобы она уничтожала все эти искажения, просто стерла в порошок, а по этому порталу пусть передаст свет от первоисточника. Хорошо. И пусть также передаст информацию всем людям, чтобы они тоже отказывались от всех несовершенств этого тела. Я вижу, как из-за этой переделки человеческого тела, наше пространство буквально прорвалось, как канализация, и оно так ворвалось, это все чернота в наше светлое пространство. Она это все излечивает. Хорошо. И я вижу, что она берет эти листочки, которые она развесила между этими пространствами. Она берет и выбрасывает как мусорное ведро. И в этот момент я вижу, у нее появляются крылья, и она поднимается вверх по пространству. Она говорит, миссия выполнена. И от программы жертвы к программам магии через ее сердечную чакру идет такой красный, какой-то красный такая полоса. Хорошо. Тогда пусть она вытаскивает из своей четвертой чакры ту ситуацию или то событие, которое там находится на наших рабочих столах. А ты считай информацию, что это? Так, сердечная чакра такая как черный портал. Она считывается как заглушка. Пусть Марите покажет, когда этот портал с заглушкой появился в четвертой чакре впервые в любом воплощении. Что-то не могу понять пока. Тогда я ей говорю, что отображалось в этой реальности и в этом воплощении какие события на физике происходили. Но чтобы было понятно, что это. Пусть все это покажет. Что происходило на физике? Я вижу, оно считывается буквально как наплевательское отношение матери к ребенку. Мать ее буквально выглядит как женщина, которая вот так как-то разнузданно сидит и семечки вот эти плюет и из этих семечек получился такой как шлейф в сектор интерферентов. И у нее буквально правая нога тянется туда к интерферентам. Я вижу она вот дети вот души рождаются и туда уходят, уходят, уходят. И Марите говорит, я погибала пять раз. Я говорю, вот у матери вот этот портал как бы был открыт, то есть она вот ее душу как бы перемалывали, то есть она теряла ребенка и снова она входила и снова и снова такой круг появляется вот замкнутый круг то есть эта душа постоянно рождалась и умирала но не душа а это тело тело да хорошо что вот это вот тело чувствовало при каждом таком она говорит убийство она говорит я уже этого не могу переносить и такой ужас и программа жертвы и такой ужас она просто голову держит руками она как в этой молотильне а ее туда вот так вот так вот так и я вижу ту ситуацию когда ее мать пьет сильно из-за того что она не подоела эту корову хорошо вот показывает на физике как эта мать как она на самом деле выполняет эти программы темных я говорю сейчас морита чтобы она зашла в тот момент когда мать ее пьет я вижу как она схватила выросла схватила за руку за эту палку и за руку матери мать находится в секторе интерферентов и в секторе магии одновременно то есть она выполняет эти темные программы морита схватила за руку и говорит что ты делаешь остановила ее я вижу как эта программа черная жертвы просто возвращается матери через рот я говорю морита пусть она осознает все и отдаст матери все ее пусть она назовет эти все программы своими именами допустим и скажет матери все что она хочет она говорит ты убийца и она говорит ты черная магия она говорит ты подсадила меня на черную магию и она говорит я ненавижу это я вижу как от матери отползает это как этот скоробей этот жук навозный вот так отползает в сектор интерферентов я говорю морита чтобы она передала информацию чистой душе матери чтобы мать отсоединялось от всех этих низковибрационных энергий отсоединялась от этих интерферентов и поднималась высокие пространства получается да получается я говорю морита чтобы она отсоединилась от всех людей которые подключены к ней приказала им всем покинуть ее пространство чтобы она отца освободил от его программ ее отец он как бы играл вот эту роль этой двери которая закрывала первого творца вот своим каким-то безразличием и своим вот этом пьянство то есть глаза закрыл залил ничего не вижу ничего не хочу знать хорошо пусть марита тоже ему выскажет все что она хочет ему сказать она на самом деле ему говорит спасибо она его благодарит и за то что он когда он везут защитил защитил он сохранил эту искру жизни в ней и это тот момент который сейчас то есть сработал она смогла все таки добраться до своего подсознания осознать это все разобрать она это все смогла она сильно плачет то есть выходят эмоции я говорю чтобы она простила себя за то что она позволила этим людям программам интерферентом магии столько ей нанести вреда пусть она избавляется от всех программ жертвы и предательства себя вот это и сейчас у него выходит вот эта программа предательства себя из сердечной чакры и она снимает эти конструкции с отца с матери и все отдает в этот портал я говорю чтобы она уничтожала эти все энергии а по этому порталу пусть передает информацию и передает свет передает карму этим темным интерферентом и отсекает пусть уничтожает их в своем пространстве и в тех всех пространствах на что она имеет право пусть она все это сейчас делает она это делает я вижу что эта конструкция этого тела она разрывается и с этим черным кольцом это колесо она вот это колесо сансары и вот она ускорежилась вот так перекрутилась и уходит на уничтожение на переработку я вижу как в том портале идет такие как удары как будто бы вот то все что они делали вся эта я слышу возмездие тоже с ними происходит да вместо вот возмездие идет туда обратно выходит их это искажение непротивление злу вышла такая как . марита берет как ключ он вот там как в секторе подписания контрактов такой черный этот ключ и она открывает и получилось так что это похоже как будто бы такое пространство сплюснутая вот эта программа непротивление злу она его она ее открыла эту программу и все эти искажения они высыпаются в портал а это похоже как будто бы в пеленку было завернуто это все искажения и разворачивается это наша программа разделение зла от добра и эта программа возмездие восстановление мира слышу восстановление справедливости восстановление гармонии вот что прячется что на самом деле вот эти идеи не противление злу скрывают хорошо пусть марита сейчас своем внутреннем и внешнем пространстве исправит все эти искажения символы которым она имеет доступ и я вижу как окончательно она встает с той программы где она лежала эта программа эти искажения тела делали человека бездейственным неспособным против для противиться злу а сейчас она встает и буквально выравнивает эти все искажения я говорю чтобы она сейчас отыскала свое эфирное божественное днк эталонное и пусть она в соответствии с этим эталоном приведет все свои тела физической и эфирные пусть она готовится это сделать я посчитаю до трех и это произойдет 1 2 3 да это произошло и она появляется как сектор ремиссии и так у нее волосы так как начали расти и она такая красивая она говорит что я такая как была раньше хорошо так сейчас века посмотри на эфирное тело море 3 считаю информацию есть ли еще какие-то воздействия на нее или какая-то темная энергия еще есть не проработанный какой-то канал в сектор магии тянется такой прозрачный за ногу за левую тащит я я спрашиваю что это чтобы она показала это какая-то школа какой-то эгрегор там целая куча народа магия считывается а белая магия как бы бывает белая магия магия вся черная и я да говорю с пусть пусть марита изменит свое решение обращаться в эту школу и ко всем во все остальные школы практики ходить гадалкам заниматься самой ритуалами гаданиями маятником ну вот я вижу что это все что чем она занималась в этой школе на самом деле каждый этот ритуал это закреплялся какой-то конкретный фрактал вот это искажение в ее искаженном пространстве то есть она собственноручно как бы работала против себя и закрепляла эти искажения и понижала свой эволюционный код вот и пусть она изменит свои решения обращаться в эзотерический центр провида и нежда она вот так за голову взялась ужасе что она творила против себя я говорю чтобы она зашла в тот момент когда она подписала контракт это же надо в этот момент они звонят подождем пока перестанет не хочу выходить хорошо не выходи как всегда я не знаю каким образом у меня в телефон отключен но это же компьютер то есть звонок который вот это они все связывают понимаешь вот эти все их технологии чтобы человека достать везде короче возвращаемся я говорю чтобы она зашла в тот момент когда она проводила вот это подписывала контракт с этими магическими это я вижу это красная энергия то есть продажа души она буквально как будто бы свою душу вот это как в горшках в печь знаешь как раньше это делали хорошо считай информацию какие условия этого контракта который написал вот это и имплант устанавливается вот эта кнопка манипуляция манипулировать контракт она достается этой печи сейчас манипуляции через эти все точки то есть вот эти все искажения манипуляция сознанием полная монет я вижу что она отказывается снимается с головы я говорю чтобы она показала как она расторгает этот контракт пусть он приказывает этим школам этой школе забирать их контракт пусть она возвращает свои частицы души с этого контракта вот вот этот дух именно появляется тот что мы видели вот вот где он появился хорошо пусть она приказывает забрать из своего пространства все воздействия которые были на ней все последствия и призывает к вот вот появляется вот этот символ рогач это же символ черной магии вот эти боги с этими рогами на головах длинными этот рогач а он с сектора магии то есть люди которые называют себя белая магия какая белая самая что ни на есть черная и она этим рогачом их же туда и давит от сектора первоисточника идет возврат кармы этот рогач вот сектора первоисточника я говорю чтобы марита отказалась от всех практик и и убрала из всей искажения приказывала этим колдунам забирать все программы все последствия все подключки я вижу как она отцепляет себя буквально как со всего тела паутину эту черную и этот скоробей уползает уничтожать я говорю чтобы она бомбу атомную туда бросила им пусть получат все возмездие хорошо пусть марита готовится это сделать я посчитаю до 3 и это произойдет 1 2 3 и уходит еще какой-то план этого колеса сансара с этим минотаврами с этим вот это колесо но так выглядит чтобы ты понимал такое колесо вот сначала это было она лежала она как бы лежит и вот этот лабиринт внутри а сейчас это все вот так вот корежиться и уходит то есть с разных планов она уходит сейчас она считывается что с физического плана уходит потому что магия завязана именно на первой на второй чакре на самых низко вибрационных энергиях которые находятся на уровне ног поэтому магия чувствуется на левой ноги вот и марита говорит я уничтожаю магию отлично пусть она это сделает я говорю чтобы она все чакры свои освободила все энергетические центры все точки от этих энергий от этих воздействий наполнилась светом своей собственной энергии гармонии и вечной жизни молодости здоровья достатка и вытолкнула все чужеродные программы все воздействия импланты чипы подключки очистила все свое эфирное физическое днк от присутствия чужеродных энергий пусть марита готовится все это сделать я посчитаю от одного до трех и это все произойдет 12 все произошло наконец-то да сейчас ее энергосфера такая огромная имеет границы и вижу что она сидит как царица то то есть она вернула свою свободу и свою суверенность хорошо так сейчас пусть марита наполнит свои энергии все свои пространства жилое все остальные которые не принадлежат и очистит их от всей темной энергии силу негатива да я вижу как уходит душа этой коровы которая была связана и какой-то код код из сектора магии энергии от него ушла это те события которые ее вот так держали вот утра и которые держали в этих программах душа утки улетает она из сектора интерферентов их собирает черной энергии уходят она очищает свое пространство уходит эта палка как мама ее била и появляется этот сон и он тоже уходит с этими рыбами называется сон ложь вот эти все рыбы на самом деле они сейчас выливаются как черные от как возмездие от первоисточника как карма на этих колдунов за каждый каждая рыбинка это кар это ее отдельный фрагмент искажения какой-то вот этот замок а вот эти все благословения так называемые это проклятие на самом ясно хорошо пусть она это сон отдает тем кто его транслировали да она это делает и карма никто не отменял пусть уничтожает все эти энергии воздействия так теперь века отсоединись вот этой ситуации теперь пусть марит и покажет если еще в ее пространстве привязка к ее брату я несу который тоже там не сильно хорошо с ней поступал если есть пусть она передаст ему информацию и уберет из своего пространства и если блоки какие-то между ними есть тоже пусть уберет да это было он как бы программа эту жертвы он как бы вот такие своими воздействиями тоже закреплял эти программы манипуляции с ее эфирным днк только на физике он вот это ну точно так же как эти все мамашкины обиды это все как эти все ситуации она чистит я вижу что буквально ее ремень на 3 чакре вот так разрывается и я говорю чтобы она вот видишь вот что они хотели выходит этот ритуал отказа от рода есть как они работают видишь черная магия они хотели чтобы она отказалась от рода если она отказывается от своего рода значит она его исправить уже не может а ее рот это все человечество которое получило через нее вот эти искажения потому что они делают это до сих пор одинаково то есть и вакцины тоже они делают по этому же принципу то есть они берут генетический материал одного человека который подходит по под их параметры то есть вот этот ребенок он абортированный он от больной матери с шизофренички он сам имеет там болезнь дауна и так далее и вот эти гены этого ребенка они копируют и в каждой вакцине это все транслирует чтобы все человечество у них было как бы под подведено под одну черту и сейчас я вижу что она буквально как вырыгнула эту программу жертвы это все и буквально у нее как бы и и прямо и через все чакры вот эта энергия этого искажения это она как стеклянная тк выходит и она отдает в сектор интерферента я вот отрубила закрывает все порталы восстанавливает целостность всех своих энерго структур я говорю чтобы она уничтожала все эти искажения во всех тех пространствах на которые она имеет влияние просто в родовом древе пусть она уберет все эти искажения и все ее родовое древо это мы все ее генетика в каждом из нас нифига себе я буквально это вижу как вся планета и в каждому человечку на планете она как бы центре как душа земли да вот генетическая каждому человеку на земле вот такие ниточки но не не всех человечества я имею ввиду вот это белая раса потому что как из испортить испорченное главное им испортить то что совершенное пусть каждый получит эту информацию я вижу что это вот благословение на самом деле сейчас про про исходит от нее то есть не то что ей давали благословляли в том сне а наоборот она очистилась и каждый вот этот фрактал который расчищается это благословение идет от нее всему человечеству от первоисточника через нее она говорит что ее миссия совершенство поразительно да хорошо так оценись век от этой ситуации теперь пусть марита позовет своего сына на улице передаст ему информацию о своем освобождении и скажет что он по такому же алгоритму может освободиться сам да она его взяла от сектора интерферентов отсоединила от эти от этих черных энергий но они уже не черные такие серые и переместила его к первоисточнику так и также пусть марита оставит информацию о своем освобождении свободном доступе для всех желающих в эфирном пространстве она связана с каждым из нас от нее такие лучи миллионы лучей идут или миллиарда не знаю вот и каждый душа каждого человека как бы привязана то есть она всем передала информацию потому что они взяли с нее генетический материал и поместили эфирная днк то есть каждый человек имеет ее эфирная днк ну гады да и тоже сразу идет идет вакцинации то есть она как как на эфирном плане у урав уравнивать я слышу уравняли всех вакцинация это на физическом плане всех уровня то есть исказить подвести под единую черту днк физическая это я вижу она вот буквально ломает этот шприц она ломает и она она вот сейчас на уровне идей на уровне всего человечества и она я вижу как она топчет правой ногой и правая нога которая была как в черном сапоге этот сапог уходит и она поднимается еще выше и она говорит что возвращение совершенства снова слышу вот это совершенство хорошо да я и говорю чтобы она очистила генетическую память от всех помех очистила свое эфирная физическая днк я вижу на уровне генетики эти негативные волны чтобы она все очистила восстановила свою ценность целостность свое эфирное и божественное днк альфа генетику прямо сейчас хорошо пусть она готовится это сделать я посчитаю до трех и это все произойдет 1 2 3 до произошел такой как взрыв атомный который ликвидировал тот взрыв который они готовят сделать человечеству мне приходит такой взрыв атомный атомная бомба и такой шепот мир скоро исчезнет и это все да да это их программа я вижу как марита берет и как бы укол сделала в этот шар черный в этой в этот информационный и она все вздулась вместе с этим атомным взрывом и вся наша планета поднимается такая зеленая красивая поднимается вверх вся в лесах да все восстановится да хорошо века отсоединись вот этой ситуации сейчас посмотри на эфирные тела мариты опиши как она сейчас выглядит но она вот это снова идет этот образ что она это одно и то же со всей планетой то есть ее энергосфера вся целостно но считывается вот эти энергии нашей планеты горы реки все очень красивые совершенные хорошо так сейчас давай напоследок марита хотела знать если где-то рядом ее родственная душа пусть она позовет но я видела уже протягивалась рука от первоисточника короче найдутся да но еще нужно поработать потому что я вижу что еще есть преграды это она уже сейчас может это все то есть нужно подготовиться ищем продолжать дышать да а да да хорошо сейчас отсоединись вот этой ситуации и спросим в ритте мы все для нее сделали на этом сеансе сегодня она сидит как богиня на троне говорит да вот так властная знаешь как хозяйка пространство своим хорошо тогда поднимаемся все втроем наверх максимально наполняемся энергией и будем прощаться я вижу как к ней приходит ее родственная душа ее берет так как под венец то есть руку вот так конечно что встретиться у нас все встречают свои родственные души просто нужно правильно искать искать нужно в себе очистить очищать свое личное пространство знать кто я когда человек узнает себя свой внутренний мир тогда он только тогда может встретить свою родственную душу потому что когда человек в этих программах он встречает родственную душу для этих программ они для свободной души как всегда сначала себя очищают потом все остальное притянется ну так работает вселенная на хорошо к все прощаемся смотрит и отсоединились всех от всего проверяй пространство вокруг себя все ли чисто то чисто хорошо будем выходить